Восьмого января Синоптики не ошиблись. Утром мы выехали к морю, взяли с собой наших детей. Желание увидеть своими глазами настоящий шторм и бурю был одинаково сильным как у взрослых, так и у детей. От такого сильного ветра мы едва могли стоять. Дети нашли маленькое дерево и пытались за него спрятаться. Это им не удалось, но смогли по крайней мере удержаться. С ног до головы всех обливало водой. Море бушевало и хлистало прямо через край. Река Пирита была полноводной. Такой картины мы не видели ни разу. Вода доходила до границы суши и поднялась на два метра выше обычного уровня. Сев в машину, мы последовали дальше в сторону Вимси. Везде было много автомобилей. Поваленные деревья, грозное море. Многие люди имели с собой маленькие видеокамеры и снимали на видео. Собака лаяла на море, явно недовольная его поведением. Как мы думаем, почти все люди задавали себе вопрос, а возможно ли цунами в Эстонии? Могут ли быть такие сильные волны и напор воды, какие мы видели в Индийском океане? Пляж Вимси представлял собой печальное зрелище. Мы понимали, что ночью здесь было еще хуже. Первый раз мы сочувствовали людям, живущим прямо у моря. Им было, наверное, нелегко. Лучше уж жить на горе, на камне. На следующий день мы побывали на месте, где волны бушевали с особой силой. Вот что мы там увидели. Пласты асфальта, как бумаги, снятые и отброшены на много метров. Трава лежит так, как будто ее причесали самыми лучшими граблями. Повсюду камни, песок и следы сильного ветра и воды. Бетонные блоки выкинуты от берега. Эти события – хорошая возможность задуматься, что мы временно на этой земле. Все было создано Богом, но человек отвергнул Бога. После грехопадения все начало меняться. Даже климат перестал быть благоприятным. Насколько мы знаем, до Всемирного потопа не было ни бурь, ни штормов, ни дождя. Но после потопа климат изменился, и вся земля перешла в другую эру. Стихии бушуют и становится все сложнее устоять. Деятельность человека загрязняет все более и более наш мир. Что же нам делать? Нам нужно быть готовыми каждую минуту предстать пред Господом. Он есть Творец и Автор всего. Ему дадим отчет. «Если мы покаемся в наших грехах, как народ и нация, отвергнем всех идолов, которые воздвигли, то Господь сможет защитить нас и спасти. Эстония может быть нацией, которая знает Господа и стоит на библейских принципах. Господь, спаси нашу землю, благослови наш народ и нашу страну». Субтитры подогнал «Симон»